МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горные лыжи в Куршавеле, тур по Европе и даже снорклинг в Красном море. Всё в прошлом. А Росстат подтверждает, почти 60% москвичей, как и в прошлом году, остались дома на зимние каникулы. Москвичи решили чувствовать себя туристами в родном городе. Отправились на экскурсии, где острые ощущения гарантированы. Страшно, на самом деле. Даже мне не знаю, как всем остальным. Ночь, кладбище, фонарь, могила. Экскурсия, как ночной кошмар. У кого они пользуются популярностью и кто решился водить туристов по кладбищам? Сегодня экскурсия на Ваганьковском. Собрались любители поэзии Есенина. В Москве набирают популярность прогулки по кладбищам. Гид Лапа на расхват водит группы без выходных и праздников даже по будням. Все его издательские дела вела вот эта как раз Галина Бенеславская. Есенинцы – самые преданные слушатели. Жадные до мелочей ловят каждое слово экскурсовода. Гостиница «Англэтэр», где, как раньше считалось, покончил с собой Есенин, но эту версию никто практически не разделяет. Вынимал из петли в номере как раз Устинов. После Василий Федосевич ведет группу к могилам родственников первой супруги Есенина. Пусть продрогли до мозга костей. По колено в снегу, но счастливы. Видите, к сожалению, женам трагически погибшего поэта тоже. Жизнь закончилась, оборвалась тоже трагически. А дальше начинается «Литературный вечер под открытым небом». «Я последний поэт деревни» на китайском звучит, как военная присяга. Да и вообще экскурсии со стороны смотрятся странно. Это, конечно, зрелище не для слабонервных, эти вечерние экскурсии на кладбищах. Если вы когда-нибудь увидите китайскую девочку, которая читает Есенину на его могиле, не пугайтесь. Страшно, на самом деле, даже мне, не знаю, как всем остальным. Одни идут на кладбище на ночь, глядя на могилу любимого поэта. Другие караулят коррупционеров у их подъездов. Третий и в соседнем парке чувствует себя, как на лучшем курорте. И здесь важен принцип «не место красит человека, а человек-место». Порой никуда не выезжая, можно ощущать себя там, где хочется. При этом можно крупно сэкономить и гарантировать себе, что вы не разочаруетесь в новом месте.